Тем временем вернуть деление на мальчиков и девочек на уроках физкультуры требуют столичные учителя по физподготовке. О том, что этого в новом учебном году уже не будет, педагоги узнали совсем недавно. По их словам, изменения повлияют не только на заработную плату педагогов, но и на негативно отразятся на школьниках. Почему, расскажет наш корреспондент Вера Шеллер. Уважаемый Касым Жемар Кемелович, к вам с обращением обращаются преподаватели физической культуры города Нош-Султан. Обращение к президенту – последняя надежда столичных учителей физкультуры. Петиции в адрес министра просвещения сейчас подписывают и педагоги с регионов. Даулитбек Санихат учителем по физподготовке работает уже 17 лет. Если в прошлом году у него было 30 часов в неделю, то в этом из-за принятых изменений будет не больше 16 часов. Все это напрямую отразится на зарплате учителей. Мне уже в школе, когда было деление часов, мне уже сказали, что у меня будет 16 часов. То есть я в зарплате теряю очень много. То есть у нас как у всех есть семьи, у всех есть дети, у всех есть потребительские кредиты. Кто-то ипотеку оплачивает. То есть мне этих денег даже не хватит оплатить даже коммунальные услуги, если так разобраться. То есть не хватит. То есть получается они сейчас на преддверии нового учебного процесса, учебного года, начало, они сейчас нас оставляют на улице, можно так сказать. По словам педагогов, только в Нурсултане без работы может остаться 120 учителей физкультуры. По стране эта цифра достигает 17 тысяч. По прогнозам педагогов, работать в школе за 150 тысяч деньги останутся лишь единицы. При этом травматизм на уроках повысится. Не каждый учитель готов взять на себя такую ответственность. Кроме того, педагоги считают, что их права были нарушены. 17 мая этого года вице-министр Гульмира Каримова официально заявила в СМИ, что деление будет. Мы были уверены, были спокойны. Мы ни о чем даже не думали. Во-первых, нарушена статус педагога, статья 4, статус педагога, статья 7, пункт 4. И нарушена закон конституции, статья 1. О том, что приняты изменения педагоги узнали совсем недавно, не выступил в защиту и профсоюз. По словам юристов, о том, что меняются условия труда, должны были сообщить заранее. В данном случае первоочередно должен работать профсоюз. То есть, есть профсоюзы в данной сфере, в сфере образования. Они должны, в первую очередь, выражать свой голос. Почему? Потому что каждый преподаватель у нас состоит в профсоюзе. Ежемесячно заработные платы отчисляют соответствующие взносы. Ну, кроме этого, конечно, мы же, в связи с тем, что живем в правовом государстве, конечной инстанцией у нас всегда является суд. В Министерстве просвещения отмечают принятые изменения, соответствуют всем международным требованиям деления на девочек и мальчиков. На уроках физкультуры нет ни в Японии, ни в Штатах, ни в Германии. Теперь нет и в Казахстане. Деление класса на группы отменено по следующим причинам. В большинстве школ имеется один спортивный зал, в котором на уроке находятся 2-3 класса до 4-6 подгрупп, где с ними занимаются до 6 учителей одновременно. То есть, никакого качества в таких уроках нет. Большинство спортивных площадок по оснащенности и безопасности не соответствуют современным требованиям. В Министерстве все же отметили нормативы физических нагрузок для девочек и мальчиков будут разные. Всего в казахстанских школах сегодня числится порядка 30 тысяч учителей по физподготовке.